Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что вот нынешний год он для нас особенный. Особенный тем, что мы достаточно долгое время собирались силами, доказывали всем и друзьям и недругам то, что электронная сертификация это серьезная вещь, которая нужна для всей страны. И вдруг вот все это случилось, в электронную сертификацию вошла вся продукция, включая готовую, включая готовую молочную продукцию. И, конечно, анализируя все то, что было до этого, у нас с вами все наши пожелания, как мы будем наводить порядок, можно сказать, что вот то, что сейчас происходит, это, конечно, переворот в нашем сознании, это переворот в нашей надзорной деятельности. И переворот во многих сознаниях наших ветеринарных главных врачей и ветеринарных врачей, работающих в субъектах. С чем это связано? Конечно, связано с тем, что те надзорные действия, которые мы делали раньше в ветеринарии, они теперь должны носить совершенно другой характер. Я это говорю в правительстве о том, что вот плановые проверки, внеплановые проверки, все это, конечно, красиво называется, но плановые проверки вообще не имеют смысла теперь. Почему? Потому что должны быть проверки, и нам нужно думать о том, как теперь это законодательно урегулировать по анализу информационной системы. Те проверки, которые видно по анализу в работе информационной системы, конечно, это совершенно другой уровень. Мы с вами можем теперь наблюдать весь процесс прохождения сырья, превращения в готовую продукцию и видеть то, что мы никогда не видели. И потом это показывать, в том числе показывать министру, показывать в правительстве. И, кстати, губернаторам тоже интересно показывать, когда продукция, которая производится, допустим, на каком-то мясоперерабатывающем предприятии, которое теоретически крупное предприятие должно получать продукцию непосредственно от производителя, получает через пятые руки. И никто не может объяснить, почему. Поэтому вот то, что произошло, это уже произошло, и нужно понять всем вам, что мы готовы дальше совершенствовать не только систему, которую создали Меркурий, и вообще все системы, которые создали, мы теперь должны совершенствовать наше сознание. Почему? Потому что в нашем сознании сегодня то, как мы работали раньше, а нам нужно смотреть, каким образом теперь мы должны работать. Многие вещи, которые не были видны, теперь видны. Ваша задача, в первую очередь, сделать так, чтобы в новом году то, что теперь видите вы, и ту работу, которую вы делаете в результате действий мониторинговых наших групп, делали, откровенно говоря, главные ветеринарные врачи субъектов. И это, конечно, для них тоже переворот в сознании, потому что совершенно не привыкли к этому, привыкли всегда выписывать документы. А теперь видно, что по этим документам вы, уважаемые друзья, наши субъектовые врачи, почему-то продлеваете сроки хранения там, где это нельзя. Почему-то у вас возникает желание легализовать продукцию, происхождение которой неизвестно. Почему-то у нас у хозяйствующих субъектов, те, которые сегодня получили право выдачи ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, нарушений по стране гораздо меньше, чем нарушения, которые делают ветеринарные врачи субъектов. И это, конечно, другая жизнь. Надо сказать, что абсолютно аналогичные вещи, приготовленные, работают уже в системе фитонадзора. И то, что мы хотим сделать в рамках дальнейшей прослеживаемости продукции с высоким фитсанитарным риском нашего зерна, вот это уже другой уровень той же самой работы. И я думаю, что правильная постановка тех вопросов и тех задач, которые были сделаны, следует отметить самого, конечно, вдохновителя идеи Николая Анатольевича Власова, следует отметить, что он сам не ожидал то, о чем я говорил, что нам нужны модули, которые сегодня анализируют электронную систему сами и выдают результаты, а не просто работа наших мониторинговых групп. Нужны модули, отслеживающие нелогичные перемещения, нужны модули, которые отслеживают быстрые перемещения, которые невозможно совершить, нужны модули, которые определяют ввод сырья, тщательная работа с инвентаризацией, когда возникает неизвестное сырье. Вот это все уже в новом году мы с вами должны иметь в электронном виде, а дальше это работа, которую нам с вами нужно делать. Вот мы долго с вами готовились, работали, но в трех чтениях принял у нас Государственная Дума закон, поправки в закон о ветеринарии, где передаются нам полномочия по надзору полностью и убирается субъектовый надзор. Конечно, это высокий уровень ответственности, без электронных систем мы это не сделаем. В фитосанитарии мы должны вернуть пестициды на следующий год и это будет, конечно, тоже переворот, потому что многие поняли, что незаконченность работы, когда у нас с вами карантинные фитосанитарные сертификаты, которые мы используем, они учитывают все, кроме того, что не учитывают, а каким образом эта продукция обрабатывалась и она поступает сразу у нас с вами на торговые точки и в магазины, и на границе никто эту продукцию не проверяет. Конечно, безусловно, те изменения, которые хотят нести наши коллеги из Роспотребнадзора и каким-то образом сейчас на границе тоже проверять эту продукцию, но это все уже упущенное время. Поэтому по фитосанитарии задача следующего года и по зерну – это усиление наших позиций в области контроля за перемещением зерна, усиление наших позиций в возвращении непосредственно пестицидов, контроля за использованием в сельском хозяйстве, но это не только нам, это вообще министерству. В земельном надзоре, безусловно, это увеличение и усиление ответствия за то, каким образом используются земли сельхозназначения. Не знаю, каким образом, но этому больше уже само государство уделяет внимание, государство понимает, что многие вещи, которые при использовании земли нужно делать, сегодня наши пользователи не делают. Но самое интересное – отношение бизнеса, который говорит, что не нужно проверять даже тогда, когда этот участок леса, который был полем когда-то, потому что это мое дело, дело бизнеса – сделать из этого поля лес, и когда надо, потом вернуть этот лес в поле. Я не думаю, что государство на это пойдет, и не думаю, что те вещи, которые сегодня говорят о том, что в рамках гильотины очень много нужно сделать. Конечно, гильотина очень важна, но нам с вами надо предусмотреть то, что в гильотине мы потеряли, и то, что сегодня вредит безопасности, и вредит сегодня плодородию, вредит сегодня в целом безопасности продовольствия, которые мы имеем. Поэтому в преддверии наступающего Нового года хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу сказать, что год такой переломный на самом деле, потому что когда в контрольном управлении президента, Минпром, Роспотребнадзор и мы докладывали о системах прослеживости, показали систему прослеживости только мы, и вы сегодня отвечаете за то, чтобы на столы наших россиян поступала та икра, которая является действительно икрой. Конечно, не всегда возможно уследить, но все должны понять, что браконьерская икра, фальсифицированная икра, которую делают из бульона, смесь вот этой икры, никто, кроме нас с вами, не обеспечит, потому что ветеринарные врачи субъектов, к сожалению, этим не хотят заниматься. Так вот, давайте с вами сделаем так, чтобы мы были уверены в этом году, и на следующий год еще больше уверенности в том, что те механизмы, которые мы имеем, дают нам возможность обеспечивать не только внутренние потребности безопасности нашей страны, но и те потребности, которые касаются экспорта. Конечно, экспорт переворачивает сегодня наше сознание, мы вынуждены понимать, что все время, которое мы до этого тратили на импорт, оно ушло. Те показатели по импорту, которые в этом году, они говорят, что наши коллеги, которые занимались импортом, уходили в конторы, там многие, кстати, из службы ушли, которые занимаются импортом, они останутся просто без работы. Почему? Потому что импорта практически не остается. Те цифры, которые там около 600 тысяч тонн, включая Беларусь, это ничтожно мало по сравнению с теми 3,5 миллионов тонн, которые имели место раньше. И я думаю, что авторитет нашей службы, вот благодаря всему этому, он, конечно, значительно повысится, и наша с вами задача общая – сделать так, чтобы он повышался. Хочу пожелать всего самого доброго, хочу пожелать, чтобы мы с вами имели хорошее настроение, несмотря ни на что продвигались дальше, прекратили всякие вот эти вот разговоры о том, кто когда, куда уйдет, кто перейдет. Знаете, у нас многие занимаются тем, что ведут ненужные разговоры, но вопрос самый главный перед Новым годом о том, а что мы достигли и что достигли те, которые много говорят. Вот мы с вами достигли конкретных вещей, мы с вами обеспечили доступ в этом году там порядка 20 стран продукции на экспорт. Но одно – обеспечить доступ на рынке, второе – обеспечить так, чтобы этот доступ сохранялся достаточно долгое время. Традиционно я всегда завершал свои выступления и говорил о том, что я в первую очередь хочу поздравить наших женщин, потому что от женщин очень много зависит. Женщины почему-то решили, что нужно поздравлять и мужчин, потому что наши мужчины, оказывается, многие, но не без помощи женщин, конечно, добиваются того, что, вот мне говорят, сейчас Иголкин, Иголкин, у него четверо детей. Он у нас работает в НИЗЖ, у него родилась двойня. Я даже не знаю, каким образом теперь нам поддерживать уже мужчин или женщин, но, видимо, мужчин тоже придется поддерживать по одной простой причине, что те, у кого трое детей, у нас, у мужчин достаточно много, это и Савенков, это и Даушев, у ветеринаров, у фитосанитаров это Соловьева Наталья. Вот многих упустил из центрального аппарата, может быть, не знаю, не вините, потому что не сразу все вспомнишь. Но Иголкин, у которого четверо детей, у нас есть те, которые по пять и по шесть детей, и мы принимали решение, когда выделяли субсидии, я всегда говорил, что многодетные в первую очередь. Уважаемые и дорогие мужчины, имейте в виду, женщины о вас помнят. Через меня они просили передать вам, что вы молодцы, старайтесь, но, видимо, не все одинаково стараются, потому что кто-то старается более успешно, кто-то менее успешно. Но, дорогие женщины, поймите, многое зависит от вас, и все старания без вас все равно никуда они не сгодятся. Поэтому, дорогие мои, поздравляю вас всех, желаю вам всего самого доброго, хорошего Нового года, вашим семьям, вашим родителям, близким, детям всем счастья, удачи и всего самого доброго. Спасибо.